Добрый день! Тема сегодняшнего вебинара – предварительная настройка системы в части подсистемно-нормативно-справочной информации. Подсистемно-нормативно-справочная информация обеспечивает работу всех остальных функциональных подсистем. В рамках данной системы создается, обрабатывается и хранится следующая информация. Это данные об основной организации, также данные о всех партнерах компании. Это могут быть как перевозчики, заказчики, прочие агенты, их подразделениях. Данные о номенклатуре, температурных режимах, также данные о транспортных средствах, их типах и моделях, данные о сотрудниках компании и данные о календарных графиках и графиках работы сотрудников и транспортных средств. В рамках данного вебинара рассмотрим заполнение справочников системы более подробно. Первоначально в системе необходимо ввести информацию о самом предприятии. Для этого переходим в справочник организации. По команде «Создать» создается организация, вводится наименование организации, например, «Дальний свет». Также вводится полное наименование организации. Далее необходимо указать юридическое, это либо физическое лицо. В случае, если у организации имеется собственный перевозчик, данный перевозчик-партнер указывается в поле «Собственный перевозчик». Если в системе ведется учет информации о банке, то данную информацию необходимо отобразить в следующем реквизите банка, например, «Паузбербанк». Для каждой организации необходимо указать код «ННН». Также указывается код «КПП», «ОГРН» и код «ПООКПО». «ННН» необходимо указывать в обязательном порядке. После того, как мы ввели всю необходимую информацию, данные возможно записать в системе. Далее, если в системе ведется учет банковских счетов, то на закладке «Банковские счета» необходимо создать банковский счет организации. Для этого мы выбираем банк. Банки были загружены через классификатор с веб-сайта РБК. Также каждый банк возможно создать вручную. Выбираем банк. Также указываем номер счета и валюту счета, которая предложена системой. В случае, если используется отлично от данного банка банк для расчетов, то необходимо также дополнительно его указать. После того, как мы внесли информацию о банковских счетах организации, необходимо указать основной банковский счет. Также для каждой организации возможно указать ответственное лицо и главного бухгалтера. На закладке «Адреса и телефона» указываются фактический адрес, юридический адрес, телефон, факс, электронная почта, также почтовый адрес и другая контактная информация. Для того, чтобы указать фактический адрес организации, необходимо указать город, либо другой населенный пункт, указать улицу, указать корпус, квартиру, ну и сам непосредственно дом. Таким же способом аналогично заполняется информация по другой контактной информации организации. После того, как мы указали информацию об организациях, необходимо внести данные по складам организации. Для этого переходим в одноименный справочник «Склады» и по команде «Создать» создаем склад. Для того, чтобы группировать склады, возможно указать группу в поле «Родитель». Вводим номинование «Основные склады». По необходимости указываем комментарий. Мы записываем данный склад и видим, что в группе «Основные склады» отобразился наш склад «Восток». После того, как мы внесли информацию о складе, каждому складу возможно присвоить складские ячейки. Складские ячейки можно создать вручную, перейдя в элемент справочника «Склад» и по команде «Создать» новый элемент. Также склады можно сгенерировать в системе автоматически. Для этого необходимо перейти в подсистему «Сервисы и настройки». и сгенерировать в топологии склада. Необходимо указать склад. Далее мы указываем, какие параметры необходимо сгенерировать для складских ячейок. Это проезды и стеллажи. В случае, если нам необходима числовая нумерация, мы указываем числовой и количество символов. Необходимо указать предел нумерации, например, 99 и разделитель мы указали дефис. Также необходимо указать стеллажи. Для стеллажа мы выберем алфавитно-цифровой и также укажем предел нумерации. И проставим разделитель . Также возможно проставить и другие разделители. В случае, если разделитель не нужен, мы просто укажем «Нет». По команде «Заменять существующие ячейки» возможно заменить те ячейки, которые были созданы ранее, но которых нет на данный момент необходимости. И необходимости более не понадобятся. После того, как мы указали всю информацию, необходимо по команде «Создать структуру склада», сгенерировать данные. Система в нижней части экрана сообщает, что начата генерация ячейок. После того, как генерация произошла, система также сообщает нам об этом. Для того, чтобы посмотреть информацию, можно провалиться в склад, в раздел «Складские ячейки». И для склада «Центральный» мы видим, что сгенерировалось определенное количество ячеек, которые указаны в соответствующей табличной части. По необходимости. В системе возможно использование валютного учета. Для того, чтобы завести валюту, необходимо перейти в соответствующий справочник и по команде «Создать». Создать либо новую валюту, либо подобрать по классификатору. По классификатору возможно выбрать определенное количество валют, и данные валюты подкрузятся в справочник автоматически. Также по команде «Загрузить курсы валют» происходит загрузка данных с веб-сайта РБК. Для учета доходов и расходов организации в системе необходимо добавить соответствующие статьи доходов и расходов. Для этого мы переходим в соответствующий справочник статьи доходов и расходов и создаем необходимую нам статью. Тип статьи мы выбираем благодаря данным рычагам. Это «Доходы и расходы». Например, выбираем «Расходы» и указываем наименование «Амортизация». По необходимости возможно выбрать статью доходов, стоящую, либо расходов, стоящую выше по иерархии. Также возможно указание расшифровки данной статьи, то есть полное наименование. Для статьи расходов необходимо указать правила распределения, например, пропорциональное расстояние, и указать ставку НДС. В случае, если необходимо ввести взаиморасчеты с заказчиками услуг перевозки, то в системе предусмотрены соответствующие функциональные справочники, например, схема оплаты услуг. По команде «Создать» возможно создание схемы, где необходимо указать наименование, например, стандартная схема. Далее необходимо указать условия предоплаты, например, предоплата до перевода заявки к выполнению, возможно установить, например, 30%. Также предоплата до перевода рейса к статусу к выполнению, когда рейс уже создан, укажем 40%. И уже оплата по факту выполнения рейса – это 30%. После того, как мы ввели всю информацию по процентам предоплатам и оплатам, в нижней части окна отображается и того. Всегда должно быть 100%. По необходимости возможно не производить постоплатную систему, а указать сразу, например, 100% уже по факту исполнения рейса. Схема оплаты также используется в соглашениях с заказчиком. Как настраивать данные соглашения будет рассказано чуть позднее. После того, как мы указали всю информацию о предприятии, необходимо нести информацию по партнерам. Для этого мы переходим в соответствующий справочник «Партнеры» и по команде «Создать» мы создаем партнера. Например, «Грузовые перевозки». Для данного партнера также указываем полное наименование. В случае, если у партнера есть головное предприятие, то есть партнер, стоящий выше в иерархии, необходимо также указать это в поле «Головное предприятие». Указываем дату регистрации партнера. И необходимо проставить признак данного партнера. Партнер может быть как заказчиком перевозки, так и отправителем груза, получателем груза, самим перевозчиком, прочие отношения, сервисная организация, склад, АЗС, страховщик или юридическое лицо. Так как партнер «Грузовые перевозки» проставим признак «Перевозчик». Для перевозчика также возможно указать рейтинг перевозчика. Система при планировании будет учитывать данный рейтинг. По необходимости партнеру возможно указать график работы. Для этого мы выбираем график работы, который был настроен в системе ранее. Возможно указание виртуальных транспортных средств для того, чтобы мы могли планировать на виртуальные транспортные средства партнера. На закладке «Документация» указываются пакеты документов. Первый пакет – это пакет регламентных документов, где мы указываем схему передачи документов и проставляем признак возврата документов после исполнения рейсов, если это необходимо. Также для данного пакета документов возможно указать адрес возврата документов, то есть в рейсе будет сформирована отдельная точка, куда транспортное средство поедет и водитель передаст пакет возвращенных документов. В полях пакет печатных форм по рейсу и пакеты печатных форм по заданию указываются пакеты печатных форм, которые печатаются по нажатию одной кнопки из документа «Рейс». Для того, чтобы настроить пакет, также необходимо по команде «Создать», перейти в окно «Создание шаблонов пакета печатных форм», указать наименование, указать вид документа. Это может быть как пакет печатных форм по рейсу, так и по заданию на перевозку груза. И указываем пакеты печатных форм. И указываем печатные формы документов, которые необходимо распечатать. Также на графе «Порядок» мы указываем порядок печати. В графе «Количество» мы указываем количество экземпляров. Также возможно указать количество документов, которые необходимо вернуть после исполнения рейса. И указываем тип рекламентного документа. Тип рекламентного документа дает системе понять, по каким значениям устанавливается возврат документов. Например, для документа «Грузовой манифест» мы указываем способ определения номера экземпляра. Номер также возможно присваивать номер из корпоративной системы, либо задавать по формуле. Также возможно указать способ определения даты экземпляра. Таким же образом, дата, полученная из внутренней даты системы, либо дата формирования в корпоративной информационной системе, либо задавать опять же по формуле. На закладке «Дополнительно» возможно указать причастность партнера к организации, также указать доступные ресурсы организации. В случае, если для данной организации необходимо ограничить модели транспортных средств, либо другие транспортные средства, либо водителей, то необходимо создать правило доступности ресурсов. Данный пакет актуален для получателя груза. Мы указываем либо список разрешенных моделей, либо список запрещенных моделей. Также указываем список реальных транспортных средств, которые либо могут быть запрещены для партнера-получателя груза, либо которые могут быть разрешены для партнера-получателя груза. И то же самое касается водителей. Для каждого партнера возможно указать основного менеджера, также группу доступа. Группу доступа мы призываем по наименованию. Также возможно указать стиль отображения маршрута для партнера. И указать вид транспортного средства по умолчанию. Это может быть как водный, воздушный, грузовой, легковой, либо железнодорожный транспорт. На закладке «Адреса и телефона» мы указываем контактную информацию партнера. Указываем код страны, код города и сам номер. После того, как мы указали информацию о партнере, необходимо создать связанную ему контрагента. Для этого мы переходим на закладку «Контрагенты» и по команде «Создать» создаем ему контрагента. Информация о контрагенте подгружается во все печатные формы, где это необходимо. Указывается причастность к юридическому, либо физическому лицу. Указывается основной партнер. Возможно проставить признак «основной», если у нас существует несколько контрагентов. Также для каждого контрагента возможно указать основной банковский счет. Также указываем информацию о номере ИНН, КПП и коде по ОКПО. Для каждого контрагента возможно указать дополнительную информацию и контактную информацию. После того, как мы занесли информацию о партнере-перевозчика, необходимо также составить информацию о партнере-получателе, отправителе и заказчике, для того, чтобы правильно формироваться. Также в рамках примера создадим партнера, который будет являться как заказчиком, так и отправителем, так и получателем. И дадим наименование партнеру. ООО «Атлант». Укажем полное номинование данного партнера. После того, как мы записали всю информацию о партнере, необходимо также создать контрагента данного партнера. Также переходим на закладку «Партнеры», указываем наименование партнера. Также юридическое, либо физическое это лицо. И для данного партнера создадим банковский счет. Укажем банк, номер счета и валюту счета. Также укажем и ннн контрагента. Для каждого контрагента, опять же, возможно указание дополнительной информации и адресов телефонов. После того, как мы создали контрагентов и партнеров, необходимо создать с ними либо соглашение, либо договоры. Договор является вышестоящим по иерархии документом. На основании одного договора возможно создание несколько соглашений. Для каждого договора необходимо указать наименование, выбрать статус «Действует», возможно указать период действия данного договора, например, с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Также укажем организацию и укажем комментарий, если это необходимо. Для каждого договора контрагента необходимо указать партнера, например, по «Атлант» выбрать контрагента. По необходимости возможно указать контактное лицо партнера. Для этого мы по команде «Создать» создаем контактное лицо. По необходимости мы можем указать должность, указать контактную информацию, если данная информация имеется. По необходимости можно указать также подразделение партнера. В случае, если не заведены подразделения, по команде «Создать» создаются подразделения партнеров, где необходимо также будет указать наименование. Например, подразделение 1. Для каждого контактного лица можно указать дополнительную информацию и контактную информацию. После того, как мы создали договор контрагентов, на основании данного договора мы можем создать прочее соглашение, соглашение с заказчиком, либо с перевозчиком. Так как у нас партнер «Атлан» заказчик, мы создаем соглашение с заказчиком на основании данного договора, где возможно указать период действия отдельный по соглашению, например, до 18-го числа, до 18-го года. Указываем организацию, также указываем группу тарифов. На основании группы тарифов будет подбираться расчет. На основании группы тарифов будет подбираться тариф для данного заказчика. Также по необходимости возможно указать максимальный процент скидки. В случае, если используются схемы оплаты, то также указываем схему оплаты. И по необходимости можем указать статьи доходов, которые указаны у нас для данной группы тарифов. Например, это перевозка груза. Записываем данную информацию. Также для того, чтобы создать соглашение с заказчиком, возможно создание без договора контрагентов. Путем перехода в справочник соглашения с заказчиком и по команде создать создаётся соглашение без привязки к договору. Также возможно создание соглашения с перевозчиком, где мы указываем перевозчика, это грузовые перевозки, подбираем ему контрагента. По необходимости мы можем указать контактное лицо и договор. Для каждого соглашения необходимо вводить наименование с заказчиком, также возможно указать период действия, необходимо указать организацию и также группы тарифов. В случае, если перевозка осуществляется транспортной компанией, то есть мы передаём груз транспортной компании и получение груза в переходе с зоны ответственности данного перевозчика, то мы проставим признак перевозка осуществляется транспортной компанией. И в этом случае рейсы оформляются без транспортных средств. Также необходимо указать статьи расходов например, перевозка сторонними организациями. В случае, если необходимо создать соглашение в части поставки материалов либо обслуживания транспортных средств, необходимо создать соглашение в справочнике прочие соглашения. По одноименной команде создать таким же образом создаются соглашения, указываются партнёры и вся остальная необходимая информация. После того, как мы внесли информацию по партнёрам, необходимо указать информацию по номенклатурам, которые будут использоваться в системе. Мы переходим в справочник номенклатуры и по команде создать элемент данного справочника. Указываем номенклатуру. Например, вода газированная 2 литра. По необходимости мы можем указать группу номенклатуры, чтобы данная группа у нас сортировалась по группам. Также указываем, например, артикул и полное наименование. также необходимо ввести параметры учёта номенклатуры, возможно указать вид номенклатуры. Для этого также необходимо создать случай необходимости. для каждого вида номенклатуры также возможно указать тип кузовов для погрузки либо разгрузки. Также указать срок доставки номенклатуры, который возможен, например, 20 дней. Указать единицы измерения, например, в штуках. Возможно указать массу брута, масса нетта. Например, масса брута составляет 2 кг и 60 грамм. Также возможно указать объём номенклатуры, температурный режим, класс опасности груза. Для каждой номенклатуры возможно указать подробное описание и прикрепить изображение. В случае, если необходим учёт в упаковку к номенклатуре, также мы переходим по команде упаковки в справочник упаковок номенклатуры и указываем номенклатуры. Наименование упаковки. Также возможно указать полное номенование, если это необходимо, единицы измерения и указываем сколько единиц номенклатуры содержится в одной упаковке, например, 6 штук. Возможно также указать нефиксированный размер. Для каждой упаковки мы можем указать определенную цену и вес и габаритные характеристики. После того, как мы указали информацию о номенклатуре, возможно создать группу совместимости. где мы даем наименование группы и указываем совместимые виды номенклатур. После того, как мы указали виды номенклатур, также мы записываем данные. Для каждой номенклатуры возможно создать класс опасности, классы опасностей предопределены в нашей системе и также могут быть созданы пользователем вручную, где указываем наименование класса опасности, также для удобства возможно указать группу, также необходимо указать код, также класс опасности и возможно указать комментарий, для того, чтобы было понятным пользователю. После того, как мы заполнили справочник по номенклатуре, необходимо ввести информацию по транспортным средствам. Прежде чем заводить реальные транспортные средства, для транспортных средств необходимо создать типы кузовов транспортных средств, например, цистерна. данный справочник заполняется в том случае, если необходим учет транспортных средств в разрезе типов кузов транспортных средств. Также необходимо создать тип транспортных средств, так как на основании типа транспортных средств создается модель транспортного средства и создается само транспортное средство. По команде создать Мы указываем наименование типа транспортного средства, например, 5-тонная машина, указываем вид транспортного средства и указываем весогабаритные характеристики машины. Также для каждой машины можем указать доступность географических зон, в том случае, если для каждого транспортного средства есть ограничения по проезду в географические зоны. Мы указываем тип кузова транспортного средства и температурный режим. По необходимости мы можем указать имеющиеся классы опасности, которые может перевозить данный тип транспортного средства, и возможно указать устанавливаемое оборудование для данного типа транспортного средства. Для этого мы по команде «Добавить» добавляем дополнительное оборудование, например, рефрижератор, и возможно указать дополнительные операции, исполняемые данным оборудованием. Например, охлаждение. Возможно для данного оборудования указать время монтажа, в случае, если для транспортных средств данным типом будет установлено данное оборудование, например, 3 часа, и время демонтажа составляет, например, 5 часов. На основании каждого типа транспортного средства создается модель транспортного средства. Модель транспортного средства перенимает основные характеристики по транспортному средству. Также необходимо указать наименование. Например, модель транспортного средства Sprinter. Для каждой модели возможно указать группу. В случае, если модель транспортного средства является прицепом, то также необходимо проставить данный признак. На закладке «Прочие характеристики» указывается печатная форма путевого листа. Также допустимая нагрузка на ось и объем бака. Например, допустимая нагрузка на ось составляет 5000 кг и объем бака 200 литров. В статье расходов указываются статьи расходов, стандартные для данного транспортного средства. И необходимо указать норму расхода. Например, вид горячо-смазочного материала – это бензин. И норма расхода – стандартная. Также возможно указать устанавливаемое оборудование, прикрепить изображение для модели транспортного средства и указать дополнительный комментарий. После того, как мы создали модель транспортного средства, для каждой модели возможно создание нормы технического осмотра. Для этого мы выбираем модель транспортного средства, указываем вид ремонта, например, технический осмотр, указываем плановые расходы, указываем тип технического осмотра, например, разовый, и указываем, что данный технический осмотр должен произойти, когда пробег составит 60 000 км сроком на 24 месяца, либо срок 24 месяца. После того, как мы создали и указали всю необходимую информацию по модели транспортного средства, на ее основании возможно создать уже реальное транспортное средство, где мы можем указать наименование, указать регистрационный номер автомобиля, также дату выпуска. Для каждого транспортного средства возможно указать, является ли данное транспортное средство перевозчик. Для транспортного средства указываем перевозчика, в данном случае это грузовые перевозки. В случае, если данное транспортное средство является собственным транспортным средством, необходимо проставить соответствующий признак. Для каждого транспортного средства возможно также отобразить график работы транспортного средства, указать основного водителя, второго основного водителя, также основного экспедитора, данные по весогабаритным характеристикам, доступные географические зоны, тип кузова, температурный режим, экономический класс, и также категорию транспортного средства по техническому регламенту. На закладке «Гаражи» указывается информация о привязке к гаражу транспортного средства. Указываем гараж. Также для данного гаража мы установили, что зоны все доступны. Также можно указать определенную зону. По признаку «Автоматически подбирать гараж по зонам начала и завершения работ в рейсе», при планировании рейсов автоматически подгружаются адреса выезда из гаража и возвращения в гараж. Для каждого транспортного средства возможно указать класс опасностей, прикрепить изображение. На закладке «Дополнительно» указывается стиль отображения данного транспортного средства. Также возможно указать определенный стиль линий, благодаря которым будет отрисовываться маршрут на электронной географической карте. И возможно указать перерыв между рейсами в часах. Например, перерыв для данного транспортного средства необходим 10 часов. Возможно указать основную печатную форму путевого листа для данного транспортного средства. Также возможно указать пакет необходимых документов для данного транспортного средства, на основании которого данное транспортное средство будет допущено к выполнению рейса. В случае пробега горюче-смазочных материалов возможно указать основной вид горюче-смазочных материалов, также датчик уровня топлива, указать текущий пробег, если необходим учет пробега транспортного средства в системе, также включить счетчик моточасов. В случае, если в системе существуют данные по количеству горюче-смазочных материалов в данном транспортном средстве, данная информация указывается в данной табличной части. После того, как мы указали всю информацию о транспортном средстве, необходимо воспользоваться командой «Записать» и «Закрыть». Для транспортных средств необходимо также заполнить справочник «Состояние транспортных средств». Данный справочник заполнен предопределенными значениями, также возможно создать значение вручную. Например, указать, если транспортное средство свободно, на именование добавим статус «Готово к планированию». После того, как мы внесли информацию о партнерах, о транспортных средствах, также возможно указать сотрудников. Справочники «Сотрудники» по команде «Создать» мы создаем сотрудника, указываем его фамилию, имя, отчество, также указываем пол сотрудника, указываем тип. Сотрудник может быть как водителем, так водителем-экспедитором, либо экспедитором, врачом, курьером, логистом, механиком, оператором. Если сотрудник не подходит под вышеперечисленный тип сотрудников, ему необходимо указать тип сотрудника и прочее. Для каждого сотрудника также необходимо проставить партнера, в случае необходимости указать подразделение, табельный номер, указать класс водителей, также график работы, в случае, если для данного сотрудника также предназначен пользователь системы, возможно указать пользователя системы. Для каждого сотрудника заносится контактная информация, мобильный телефон, рабочий телефон, адрес для информирования, также домашний телефон, электронная почта и прочие адреса. Для каждого сотрудника возможно указать параметры авторизации, например, логин и пароль. В случае использования штрих-кода возможно указать штрих-код для данного сотрудника и код магнитной карты. Под системой нормативно-справочной информации возможно создание календарных графиков, графики работы и производственные календари. Производственные календари создаются по команде «Создать», где указывается наименование, по необходимости указывается код производственного календаря и также необходимо указать год. Для каждого дня возможно указать, является ли этот день рабочий, либо это суббота и воскресенье, либо это предпраздничный, либо это праздник. Также возможно для каждого производственного календаря заполнить по умолчанию. и отредактировать уже данные по имеющимся данным. после того, как мы внесли всю информацию о производственном календаре, данная информация записывается в системе и возможно создать график работы. по одноименной команде «Создать» мы указываем наименование графика работы. Также необходимо указать период заполнения графика, например, с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года. Указываем производственные календарь, возможно выбрать тот календарь, который был создан пользователем. Также указать способ заполнения календаря, это может быть как по неделям, либо по циклам длиной в определенное количество дней. Также в случае, если необходимо учитывать праздники, то проставляется флаг напротив данного параметра и указать расписание работы для праздничных дней. например, в праздничные дни график работы с 11 до 15 часов. Также для каждого дня недели возможно указать индивидуальные расписания работы, после того, как введена вся информация о графике работы, необходимо по команде результат заполнения получить необходимый нам результат. Мы видим, что в графике работы проставлены работы по понедельникам и средам, как это было необходимо. В рамках данного вебинара был рассмотрен порядок заполнения нормативно-справочной информации в системе. Спасибо за внимание. Продолжение следует...